здорово да привет я довольны шо у вас там у нас погода спать же параллельно пора но на пошлетов посидеть пост останники вторые годы полтора час последние полтора часа что спрашиваешь у украинцев заводка и первый украинцы ну ладно спрошу такое к русским это сложный вопрос это вопрос сложный я раньше отвечал что мне пофигу в украине много русских я сам частично русский а вот сейчас задумался есть русский шовинизм это факт есть русский шовинизм внутри россии он это факт и вот я подумал если украина будет предъявлять претензию к российскому народу если да то причем здесь малые народы которые тоже являются хотя они и были членами участниками агрессии по отношению к украине но ниже в принципе тоже порабощенные русским народом может быть надо претензию предъявлять к русскому народу а не к россиян я тебя просто честно сказал свои переживания я пока еще не решил насчет русского народа конкретно я пока считаю всех граждан россии представителями страны агрессора без исключения и хороших якобы с моей украинской точки зрения и безусловно плохих с моей точки зрения украинской виновата не ответственность коллективную понесут все мы этого добьемся а теперь у меня вопрос давай почему конкретно ты считаешь всех русских именно агрессорами россиян россиян ну потому что ваша страна напала на мою страну и все этому радуются и не было почти не было людей которые вы сказали что это неправильно все просто когда и крым и бучу в донецке затеяли все ничего не оправдывает никакие рассказы про майдан там про всякую эту хрень это не оправдание ты считаешь что это затеяли именно граждане я поясню я считаю конечно что это не граждане затеяли что это затеяло правительство безусловно ну власть скажем так но с молчаливого согласия как минимум молчаливого согласия а в большинстве случаев с искренней радости российского народа молчание молчание это тоже преступление оно это же это же ты понимаешь наказание это же не смерти да это 21 век наказание это экономика в первую очередь а там уже внутри грызитесь между собой разбирайтесь как хотите но все же менее не было никакого голосования не было ничего такого чтобы разряда путин не проводил голосование граждане россии вы просто были на территорию крыма и выходит такого не было я понимаю вот погоди можно давай и то что многие русские кричат типа крым наш там вся хуйня о мы там крутые россии это скажем так малый процент и это именно тот самый процент быдло процент быдло есть в каждой стране он есть в России он есть в Украине он есть в Америке в Германии во Франции в Китае и в Зимбабве он есть везде согласен согласен именно вот этот самый процент быдло он кричит что ооо Крым наш Россия вперед и вот это вот и вот это вот подобное нам печь ааааа как бы ну блин считать Крым чьим нибудь конкретно это да вообще какую-либо территорию считать ей конкретно это не есть совсем логично потому что блин если относиться к истории то вообще в принципе кроме Африки ничего не было и в Африке народ пошел и как бы по идее если мы все пошли из Африки то мы должны приезжать в Африке типа о чем у вас и речь ну все таки мы говорим о периодах каких-то измеримых да да мы говорим конечно о периодах когда уже ушла какая-то власть какие-то территории Африке и прочее правила правила я ввел к тому что как бы адекватный русский народ он молчу как минимум не имеет отношения к тому что Крым отошел к России то есть вот я лично не против не за ну то есть ну вот как-то так получилось что он отошел то есть жители Крыма проголосовали я не знаю подувал пистолетов или добровольно я не знаю я не видел я не могу об этом судить но так или иначе Крым благодаря вот этим вот этим вот референдуму обошел к России не не благодаря референдуму и причина причина другая не путай причина другая а референдум это повод причина другая ну а как нам разделять хороших и плохих и зачем ну вот на самом деле насчет того чтобы разделять хороших и плохих ну это тоже довольно таки сложный интересный вопрос потому что слушай я тебя спрошу Путин легитимный президент ну как сказать да я лично считаю что нет ну ты можешь считать как хочешь но весь мир и Украина в том числе и Россия считают его легитимным вот в этом то и проблема ну как бы проблема и не проблема в то же время слушай ну подожди это чья проблема в первооснове это же не наша в первооснове это проблема россиян в первооснове ты вот сам сказал что весь мир Украина и прочее считают да вот то есть это проблема мира то есть если россияне его не считают легитимным правительством слушай мир мир разработает правила да разработает правила закроет вот эту территорию каким-то образом по когда деньги выведет мир же еще деньги не выведет а вот когда выведет деньги он эту территорию закроет и оставит россиян наедине с их проблемой потому что ну вы его выбирали вы за это несете ответственность и теперь еще один момент знаешь что в некоторых регионах у путина был рейтинг 146 да 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 ну и теперь подумай сколько народ выбирал но что ты хочешь от украинцев в этом плане ну как как я это я это знаю я это знаю но мы не будем вас сепарировать на хороших и плохих мы претензию будем предъявлять государству россии а путин является гарантом конституции и вы ему эту роль доверили а вот проблема ну а кто тебе поможет парень тебе не никто не поможет в этом кроме ну я ну ты ж согласен что я говорю логичные вещи ты согласен если брать объективно то да я думаю что ты эти претензии предъявляешь правительству конечно это абсолютно логично конечно кто там будет уже внутри за правительством россия кто будет основным плательщиком нам пофиг но ты как человек живущий в россии прекрасно знаешь кто будет основным плательщиком это я же вам мало того что ну вот подумай россия у нее внутренний валовый продукт 14 раз больше чем в украине в 14 раз население больше в 4 раза допустим да а средняя заработная плата больше чем в украине на 30 долларов тебе это не кажется странным и у нас нету вот этой нефти шаровой да там газа вот это вы уже это уже не будущее вы уже в этом живете вы уже платить мне становится грустно потому что помимо того что у нас уже сейчас есть у нас еще не расследованных неизведанных геологически не обследованных территорий еще 40 процентов ну то есть если еще вот это вот самый 40 процентов еще неизвестно что там будет там будет нибудь залежи нефти залежи газа железа алмаза чего угодно и просто вот сторона в которой добывается нефти добывается добывается кухи драгметалла вывозится лет в огромном количестве и вот эта самая страна она ну она в одной из самых отстающих стран в плане зарплаты в плане прожитых минимумов и в плане вот ну вот что ты видишь какое решение нам смотри вот нам украинцам давайте скажу нам просто мы поняли какая реальность да рядом с нами находится если раньше мы не могли определиться там таможенный союз там европейский туда-сюда дергались то сейчас нам все понятно с сегодняшнего дня вот сегодня наш парламент прогрессовал за то что в конституции будет написано куда движется украинский народ в европейский союз и в НАТО то есть все Путин не хотел базы НАТО а сейчас мы сегодня наш парламент проголосовал за то что мы будем членом НАТО и мы своего добьем то есть мы определились понимаешь а вот что вам делать я это для меня честно говоря загадка я не знаю что вам делать что нам делать на самом деле на самом деле вот честно говоря вот лично мне мне как человеку славянскому мне грустно что наши нации разделились по вот этому принципу разряда там русский украинец ангелорус я понимаю я знаю что ты не врешь я над тобой не собираюсь издеваться я понимаю что ты говоришь искренне я это понимаю вот блин на самом деле вот было бы намного логично если бы как раз таки вся наша нация ну даже я не знаю правильно назвать нация или раса ну вот предположим назовем это расой славянской расой вот если бы вся наша раса славянская объединилась то есть украинцы русские белорусы кто туда еще входит болгары отчасти тоже балканцы все они в принципе тоже входят в эту славянскую раз в год если все вот славяне объединятся то это будет намного более логично намного более продуктивно и блин каждая сторона которая будет входить в этот лифт она понесет гораздо больше продуктивной выгоды нежели разделяться и как то там кажется я вот сюда я вот туда я тебя понимаю но для этого эти страны эти сообщества должны находиться более менее на одинаковом уровне я не имею в виду зарплату я имею в виду отношению к жизни к каким-то принципам на самом деле вот насчет зарплаты и отношения к жизни оно даже не такую большую роль да вот отношения к жизни понимаешь но мое мнение это чисто утопическая идея был бы какой-то был бы какой-то небольшой шанс но послушай вот был бы небольшой шанс если бы мои братья славяки в России как-то бы вот сдержали все это зло хотя бы митингами демонстрациями когда это еще можно было сделать а вот после того как это зло произошло у вас же сейчас законы ну вообще-то можно стрелять беременных женщин и детей там скоро запретят интернет года через три упадет занавес железный вас не будут выпускать ты вообще чувствуешь что грядет грядет я не знаю кто это евреи там или кто-то но грядет ну трагедия знаешь в чем самая большая самая основная проблема в чем вообще вся проблема знаешь в чем в чем в средствах массовой информации ну может да не может быть а сто процентов потому что нам говорят вот у нас по НТВ по ОРТ то есть по первому каналу по России везде 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 говорят ну вот в Украине там вон на Донбассе смотри 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 я понимаю ты уже этот процесс или вы уже этот процесс не остановите он должен дойти до какой-то логической ну до какого-то логического окончания к сожалению как говорит наша история это логическое окончание будет очень трагическим и ты сейчас вот мой тебе совет ты должен думать там про себя про свою семью там про ближайших людей потому что если ну конец будет трагичен это уже многие люди видят и многие россияны даже ватники которые заходят на Украину чтобы поругаться с украинцами даже они это понимают что конец будет трагический другое дело как спастись физически вот конкретному человеку вот знаешь какой континент меньше всего во всех мировых войнах Австралия Австралия да Австралия вообще из континентов ладно из одного континента который в котором уровень жизни более чем средний у которого не знаю южная Америка что ли неверная Америка то есть Соединенные Штаты Америки там была одна война две войны две первая война там была когда приехали американцы я тебе скажу Америка Америка для того чтобы не было войн а их реально в двадцатом веке стало гораздо меньше были много мелких конфликтов кровопролитных сражений ну вот кровопролитных войн такого в человеческой истории периода благополучия которые вот после второй мировой войны такого периода благополучия это реально если на это смотреть период благополучия не было вот понять понятие мировая война оно исчезло фактически а путин и вот российский народ сейчас делает все для того чтобы это вернулось чтобы вот этот страх мировой испепеляющей войны вернулся ты думаешь кто-то позволит это сделать не позволят задушат задушат как оставят закроют банку и вы будете там грызться вот погоди я скажу тебе одну такую тему что ну за счет всего того что в мире происходит ты же наверняка слышал там о масонах вот да слышу вот наверняка слушал что масоны это те там люди которые давай короче я столько слышал и прочее и прочее но его я думаю что эти самые масонные они как раз не решают что смотри смотри вот ты сейчас как человек думающий находишься в таком состоянии ты пытаешься найти выход из этого ситуации или оправданию поиск виноват или чего-то такого но в принципе этот путь вот по которому ты сейчас начал высказывать начал идти он бесполезный ты не найдешь там правды по двум причинам или одна причина если твоя версия правдивая да допустим что это правда так хорошо замаскирована что ты не найдешь и не докажешь а вторая причина если твоя версия ложная но ты ее не найдешь потому что это правды нету и ты должен вот эту ситуацию мне так кажется каким-то образом принять как неизбежно и сделать вот лично для себя не в масштабах там страны не в масштабах ты должен лично для себя сделать какие-то выводы у меня для адекватных россиян простая рекомендация бегите беги потому что потому что впереди и совсем скоро впереди вот ты представь вам рассказывают какие украинцы слабые там какие они там у них экономики нету всех и вот представь себе что вот эти недобитые майдановцы украинцы которые всего боятся Путин что декларирует мы взяли Крым чтобы не было баз НАТО там вот хуйню всякую такую говорит да а вот сегодня наш парламент записывает в конституцию что мы будем членами НАТО ты знаешь что это значит на языке дипломатии ну что база НАТО будут размещены вот вот что это значит сейчас слабые несчастные украинцы говорят чувак на тебе на тебе и попробуй зайди что-то сюда сделай ты вот пойми какой-то акт храбрости да когда мы еще не имеем никакой поддержки ну еще такой момент что это не акт храбрости это скорее даже акт навязывания как раз таки средства массовой информации да парень ну отдохни отдохни от этой версии про средства массовой информации ну в Украине на самом деле на самом деле вот мысли объективно просто подумай объективно что способно ну вот допустим мы с тобой брат не брат мы с тобой братья у нас все замечательно мы семья у нас все хорошо и вдруг там кто-нибудь один ну то есть там по радио начинает говорить что вот допустим я вот как у вас кидарас собрал у тебя я не знаю там свою любимую жену не знаю отжал у тебя все вот то что у тебя было там по владению ну то есть не знаю 10 коров там я не знаю две козы и прочее все вот я это у тебя отжал и вот я такой гондон-росгондон а я при всем при этом просто вот сижу с тобой за столом ну и вот просто мы с тобой сидим кушаем вот и по радио вот это вот говорят ну какая мысль ты не только забрал 10 коров ты убил еще 12 тысяч моих сограждан ну вот это то же самое допустим это по радио говорят о том что ты убил 12 тысяч сограждан ну вот я тебе предлагаю чисто гипотетически об этом я не могу гипотетически для меня вина России она очевидна она доказана всеми ну всеми способами она уже доказана и каждый россиянин в принципе это знает другое дело что какой-то россиянин этому ужасается да хотя бы чуть-чуть ужасается думает о братьях как это так а другие россияни они просто радуются насколько мы крутые насколько мы шовинисты насколько мы русские ненавидим другие народы вот возвращаясь к началу беседы понимаешь я и говорю о том что это изначально неправильно изначально блять ебаный парадокс потому что блять мы сука нахуй братцы народа такого хуя мы должны браться друг с другом ну это блять это просто настолько настолько смотри смотри на смотри я тебе скажу я скажу вот ответь мне на вопрос ты с моим тезисом о том что россия является агрессор согласен именно насчет того что российское государство да 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 я согласен на это то есть сторона которая да 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 не будем не будем в подробности в принципе вот в принципе именно вот в этом моменте да к сожалению практически не просто ну вот смотри и да именно вот момент с Украиной то есть там с Крымом и там хорошо вот если произошел послушай если произошел такой случай то ли в семье то ли в государстве то ли в обществе какие дальше могут быть варианты так ну если если говорить про семью да вот допустим ты мой брат да и ты там украл у меня машину там отжал квартиру вот какой дальше вариант наших отношений может быть их несколько этих вариантов вот один из вариантов что я осознаюсь в длине я покаюсь вот но если уже машину допустим невозможно вернуть я просто там не знаю взамен дам тебе что-нибудь еще и скажу тебе типа прости меня брат вот тебе равноценная это 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 один вариант а другой вариант другой вариант я скажу тебе если вдруг у меня какая-нибудь хуйня в голове играет типа да пошел ты нахуй мне вообще не ебят твои мнения типа это там моя машина вообще я ее заработал иди это второй вариант вот и третий вариант это ну назовем это так полностью прервать отношения назовем его вот так третий вариант и тогда есть еще четвертый вариант это если еще не поздно то вернуть то что я украл и опять же попросить прости ну вот ты же реалист да ты понимаешь что что вариант покаяться не будет не будет согласен не будет да так вот я украинец я понимаю что от российского народа и правительства варианта покаяться не будет что я должен сделать я если я не могу изменить а я не могу изменить я не буду бомбить свой Донецк да ну ничего этого не грозного не будет там то есть ничего то есть я могу там попробовать договориться с американцами давайте их подавим санкции ну что то такое да но если этого варианта не будет у меня самая главная задача там поставить запор и вот забыть забыть об этом все но есть тут такой нюанс один ну такой очень важный россию этот вариант не устроит это точно потому что для существующего режима такая неудача четко зафиксированная это проигрыш соответственно смерть и вот я переживаю в истории покаяния и прощения обычно происходит в результате какой-то большой катастрофы ну вот самостоятельно ни одно правительство ни одно государство самостоятельно покаяться не может ну понятно почему да там много причин и вот покаяния все эти случаи в истории которые мы знаем они только в результате катастрофы то ли войны там то ли там холокоста там и вот меня на самом деле этот вариант честно тебе скажу страшит мы мы вынуждены или затереть забыть это все мы к этому готовы кстати но этот вариант нам россия не даст сделать ну просто не даст они на все время будут церкать 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 как то там как другие все там как приднестровье там как другие вот ты подумай вот я сейчас поговорили мы о большом всем таком геополитическом но ты блять про себя подумай ты вот подумаешь вот ты сейчас там вася дима или там петро ты сейчас попадешь в такой жернов там где тебя будет ну что-то внутреннее етрить да это совесть наживается с одной стороны а с другой стороны ты как гражданин россии будешь вынужден действовать защищать свою страну идти убивать по правительству по приказу правительства ты понимаешь что тебя как человека после этого уже не будет когда ты пойдешь на компромисс со своей совестью ты умер ты умер как человек и потому вот смотри тут два варианта либо ты умрешь в моральном плане и пойдешь воевать за свою страну либо ты умрешь в физическом плане потому что ты не пошел за свою страну и за это тебя располагают совершенно точно поэтому а тут как бы я человек борется в свою жизнь поэтому вот я не вижу другого варианта как бежать честно скажу а все остальное так ну или просто забыть об этом всем выключить одеть шторы там патриотизма мнимого шовинизма там на самом деле я не знаю самое логичное это нашему народу и вашему народу подняться одновременно и сказать что правительство пойдет нахуй мы братские народы не парень наше правительство обладает полным доверением нашего народа и она делает именно то что хочет наш народ мало того оно делает ума давай закончим оно делает мало мы бы хотели чтобы оно делало больше наше желание я не буду доказывать там рассказывать что депутаты там наши депутаты полное отражение нашего народа и у нас есть выбор понимаешь у нас есть демократия какая-никакая кривая смешная но она есть и причем наша демократия сильнее немецкой наша демократия построена на крови героев ты вот представь весь этот эпос который сейчас формируется в украине время работает на нас мы боремся со злом у нас есть свои герои мы их почитаем кстати из героев то есть Бандера считает что Бандера это все-таки прошлый период это большой ряд украинцев которые вот шли к сегодняшнему моменту да нет Бандера это герой прошлых периодов или антигерой прошлых периодов это не сегодняшний герой украины у нас сегодняшних героев совершенно конкретной ситуации многое я говорю в первую очередь о них не вот знаешь не вот о прошлых героях которые такие не очень понятно но насколько я слышал там уже во многих городах прошел вид именно вот Бандера да но это это внутренние дела это не оправдывает это не оправдывает более Бандера это неоднозначная просто для россиян они не могут понять кто это такой ну и не надо зачем в принципе это надо мы ж не рассказываем сколько дивизии СС было российских русских да вот это была не одна дивизия это было десятки дивизий они воевали в Сталинграде против русские в Сталинграде воевали против русских ну мы этого зачем нам это будоражить это ваша история ну конкретно русская вот если я думаю тех кто воевал в Сталинграде именно русских были не только русские а там были еще украинцы и белорусы но в основном но в основном это русские освободительные армии украинские были отдельно ну потому что опять же посмотри сам давай подожди не погружайся полтора миллиона человек служивших в армии вермахта из них сотни тысяч сотни тысяч служивших в армии СС русских русских эсэсовские дивизии этого вот знаешь достаточно чтобы забыть всего любого бандеру который сидел в концлагере ну не погружайся в этот это ты можешь если ты хочешь если в этом найти оправдание я тебе мешать не буду ну ты хочешь найти в этом оправдание находи я прекрасно знаю что история так же как и политика это та еще проституция история победитель поэтому ну мы украинцы в этот раз настроены построить свою независимую державу муравьевские муравьевские банды остановили кстати все по одному и тому же сценарию марионеточное правительство в Харькове ну в общем все одно и то же мы настроены построить независимое государство что делать нормальным россиянам меня нет ответа потому что у нас еще много вопросов внутри себя но мы хорошо к вам относиться не будем а я точно тебе говорю вот это самое грустное мы не будем вы сказали свое слово точнее вы промолчали свое слово если мы сказали да положили ребята свою жизнь за это слово то вы промолчали свое слово и за это вы к сожалению ну это закон природы ну общество социум вы за это да вы понесете за это ответственность как тебе лично и другим твоим друзьям в этой ответственности существовать я я мне в принципе все равно вот если быть честным да у нас есть свой план у нас есть свое движение и мы его точно реализуем и для этого нам не надо Европа чтобы это реализовать ну вот и поэтому мне грустно грустно потому что у нас вот тебе грустно да а у нас сейчас в стране подъем понимаешь мы видим впереди цель у нас все получается у нас церковь получается у нас с экономикой не такая жопа как мы ожидали да у нас ну то есть мы воодушевлены вот эту всю хрень которую ты видишь про украину что тут жопа ты сильно в это не верь в эту хрень я не говорю про это я говорю про то что вот вы вот вы украинцы там собираетесь нато вступить или еще куда-то именно сам факт того что вы как нация хотите отделиться от нас да 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 вот вообще просто отделиться максимально далеко да вот именно этот факт весь грустный грустный потому что ну блин потому что ну понятно 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 почему понятно почему ну это я вот вообще против любых конфронтаций хоть я и служу в армии но блин я не любитель каких-то конфликтов я всегда пытался все решать по месту по факту я всегда пытался договориться о чем-то о том или ином и вот именно вот этот момент когда когда брат с братом начинают стараться и просто расстегаются в разные стороны и друг против друга начинают воевать я считаю что это не то что неправильно я считаю что это полгода слушай ну это ты констатируешь факт уже все это случилось это уже случилось надо находить находить свой путь вот лично тебе находить свой путь вариантов немного на самом деле и скорее всего ты выберешь путь российский на времени уже немного осталось чтобы это сделать можно 9 месяцев есть чтобы времени немного ладно я уже спать хочу честно тебе скажу пойду давай пока на